На участке, который находится под неформальным патронажем Людмилы Ивановны Одинцовой ЧП, злоумышленники нарушили гармонию в сквере, который недавно построили по программе благоустройства дворов, а затем жители украсили собственноручно. Выкопали тую, выкопал кто-то. Вообще, да, это приезжие, это не наши люди, это откуда-то. Вот такое, видимо, не знаю, что за народ. Часто такое происходит? Да это я вот впервые за все, сколько я здесь живу, такое вижу. Ну, деревья, конечно, хорошие мы сажали. К счастью, такие происшествия большая редкость. Наоборот, местные жители стараются всячески помогать Людмиле Ивановне и всем, кто следит за растениями. Традиции в доме номер 25 по проспекту Ленинского консомола Крепки. Светлана Немчинова, жительница дома, рассказывает, что сажают растения, как правило, всем миром. И не только у себя под окнами, чем уже никого не удивить, но и по всему двору. У нас, смотрите, и елочки, и клены всевозможные, яблони. То есть у нас много всяких деревьев, кустарников. Сквер на Битцевском проезде вроде как непосредственно к 25-му дому не относится. По опрятным, недавно уложенным дорожкам гуляют все окрестные жители. Но и эту территорию общественные садовники считают своей. Посадка цветов и кустарников не занимает много времени. А деньги, которые потрачены на их покупку, по заверениям самих жителей, ничтожны по сравнению с той радостью, которую доставляют зеленые насаждения. Правда, уход за ними требуется постоянный. Всего 25-го дома жители высадили более 60 деревьев и кустарников. Цветов и не счесть. Предпочтение отдается многолетним неприхотливым сортам. В оформлении клумб главная фантазия. Не хватает вазонов для цветов, подойдет старая автомобильная шина. Мы ставим разные фигурки, чтобы красиво было. Дети привлекают детей. Аист у нас стоит, черепаха всегда стоит. Как и любая хорошая инициатива, все держится на нескольких активных гражданах, среди которых и наша героиня Людмила Одинцова и председатель совета дома Людмила Лернер, которая в момент съемок находилась в командировке. Присоединяться к ним или нет – личное дело каждого. В большинстве это уже как бы благоразумность человека, да, по отношению вот к своему подъезду, к дому, к площадке. Есть, конечно, люди, которые это не считают нужным, но в большинстве случаев, большая часть людей в нашем доме, да, они вот проявляют инициативу. Пример жителей этого дома показателем. Когда каждый горожанин поймет, что благоустройство дома или двора – это не только дело муниципальных служб или обслуживающих компаний, жизнь в городе станет намного комфортнее. Максим Козлов, Алексей Руднев, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова